С 2016 года на территории страны тонировать лобовое и передние боковые стекла запрещено, как и во всех странах Евразийского экономического союза. У нас с тех пор также действует кодекс, в котором прописаны технические регламенты по эксплуатации авто. Стекла должны обеспечивать видимость для водителя не менее 70% через боковые передние и не менее 75% через лобовое. Но несмотря на запрет и штраф 5,5 тысяч сомов, некоторые автовладельцы продолжают приклеивать темную пленку на стекла своей машины. Водители заблуждаются, говоря, что стекла можно тонировать на 30%. Мы специально подвергли несколько видов стекол автомобилей в проверке в госстандарте. Оказалось, что заводские стекла пропускают свет только на 76%. А если еще наклеить 15% на затемняющую пленку, тогда стекло пропустит лишь 56% света. С 1 января в стране появился кодекс о нарушениях. В 2016 году пойманных водителей за рулем тонированных машин штрафовали на 2 тысячи. Сейчас уже на 5,5. С начала года в ходе рейдов выявить удалось только 87 машин. В ГУБДД говорят, с увеличением штрафных санкций тех, кто вопреки правилам затемнял окна в своем транспортном средстве, стало гораздо меньше. Ведь не каждый готов оплатить такую сумму. У нас на территории Крыговской Республики на сегодняшний день действует постановление правительства Крыговской Республики от 30 июня 2016 года, номер 363. Данным постановлением был утвержден истерпывающий перечень автотранспортных средств, которые имеют право тонировать передние лобовые и боковые стекла. Это автотранспортные средства 9 службы ККНБ Крыговской Республики, автотранспортные средства Кастарственной службы исполнения наказаний и автотранспортные средства заоинкассации при осуществлении перевозок денежных средств и ценных вещей. С начала года многие депутаты, что Бишкекского, что Чугорку Кенеша, озвучивают идею разрешить гражданам тонировать стекла за определенную плату. Примерно 500 американских долларов. И даже посчитали, что на этом в год можно заработать до 50 миллионов долларов дохода в бюджет. Это примерно 100 тысяч авто. А их для информации только в столице насчитывается до полумиллиона. Над предложением думают в правительстве, но предупреждают, что тонировку придется снимать при въезде в другие страны Евросийского Союза. Надо, наверное, рассматривать такие меры и пойти на встречу, но с указанием конкретных требований. Например, есть технический регламент, правильно? Там уже обговариваются нормы, какая должна быть видимость установления этой пленки, чтобы оно не закрывало водителя полностью, то есть определенный процент. Например, во многих странах он официально принят, это 70% видимости на передние стекла, лобовое стекло. И со стороны водителя 75%. Если опираясь на такой опыт многих стран, можно тогда установить такую норму. И с учетом этого, может быть, и установить такую плату. Именно такая норма сейчас и установлена. Но эту допустимость многие авторюбители превышает. На вопрос, с какой целью тонируют стекла, отвечают, чтобы панель от солнца не трескалась и обивка салона не выцветала. В жаркую пору, мол, кондиционер работает на меньшей мощности, да и глаза не слепит. Зато в темное время суток обзор водителя становится сильно затруднен, что усиливает угрозу ДТП. А чтобы солнце в глаза не светило, лучше купить солнцезащитные очки, рекомендуют специалисты. Более того, скоро, как говорят в ГУБДД, камеры по проекту «Безопасный город» установят еще и в общественных местах, а также внутри жилых кварталов. Аппаратура получит такую функцию, как распознавание лиц. Зафиксировать системе личность водителя будет сложно, говорят правоохранители, если человек будет скрыть за темным стеклом. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС.